Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании «Технил» и сам я, Артур из Атуды. Об одной из предыдущих статей, посвященных местному рынку, я говорил, что аннулирование исключения для потребителей иранской нефти может привести к компенсирующему эффекту со стороны американского предложения, что, похоже, показал последний отчет американского института по коммерческим запасам США. В еженедельном отчете от 23 апреля опять оценил рост резервов в 6,9 млн баррелей при прогнозе в минус 30,9 млн баррелей, что, естественно, вновь у покупателей умерить аппетит. Это видно из реакции цен на нефть. Естественно, призываю на рынок пересмотреть среднесрочные последствия решения администрации Белого дома, которых, в принципе, может и не быть на фоне конкуренции «Солнцевиков» и «ОПЕК». Рост запасов на фоне неудобных для американских производителей кривой цен на фьючерсы, при которой контракты на поставки более дальних сроков стоят дешевле, чем контракты на ближние сроки, то есть состояние бэкбордации. И в этом состоянии рынка американским производителям, по всей видимости, должно быть выгоднее не аккумулировать запасы, а продавать нефть на спот рынке, что должно повредить к уменьшению запасов и, соответственно, их возможности влиять на фьючерсные цены. В рамках безарбитражной теории ценообразования фьючерса, которая при детерминированной ставке и не считает затрат на хранение товара, является просто выражением альтернативных издержек хранения денег, то есть отражение упущенной выгоды между инвестированием сейчас и инвестированием в будущем. F и S, соответственно, фьючерсная цена использована на товар, R – непрерывно начисляемая процентная ставка, а T-T – это как раз-таки период, за который эта процентная ставка начисляется. Естественно, в такой формуле встает вопрос о возможности фьючерсной цены быть меньше, чем S, то есть состояние бэкбордации, и тогда процентная ставка должна быть отрицательной, что выглядит невозможно. Данное, на первый взгляд, противоречие возвращается через анализ состояния текущих запасов в условиях Кантанго. Когда запасы сейчас выше, чем в будущем, владелец товара имеет низкий стимул продавать товар сейчас, то есть ожидая, что цена вырастет в будущем, именно поэтому, соответственно, кривая цена имеет восходящий наклон. В этом случае F больше, чем S. Однако в случае низких запасов сейчас и ожидания их увеличения в будущем, то есть состояния бэкбордации, возникает так называемый Convenience Yield. Это неявная доходность, которую я бы назвал альтернативными издержками отказа, то есть продажи дефицитного товара. Следует также заметить, что если при Кантанго дефицит в будущем можно восполнить через продажу фьючерсов, при бэкбордации дефицит сейчас восполнить никак нельзя, то есть посредством производных инструментов, то есть нельзя никак занять запасы из будущего и передать их текущему рынку. Соответственно, формула фьючерсной цены с учетом Convenience Yield преобразовывается в следующую, где как раз таки есть Convenience Yield, которая может быть выражена как преимущество владельца товара в виде, например, поддержания удовлетворенности текущих клиентов, обеспечения перебойности поставок, ожидания роста спроса на товар на рынке и так далее. То есть эту доходность нельзя воспринимать как доходность, которая начисляется на средства, вложенные или инвестированные куда-либо. Сообщение Международного энергетического агентства во вторник эффективно принизило значение вылывающего из конкурентного рынка Ирана, заявившим, что мировые запасы адекватны спросу, свободные мировой мощности подобычи нефти на данный момент достаточны, чтобы противодействовать шокам предложения. Большая часть нового предложения поступает из США, где производство сырой нефти выросло на 2 млн баррелей с 2017 года до 12 млн баррелей, сделав США крупнейшим производителем нефти, оставив позади Россию за 2 квадраты. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2019 году поставки нефти в США дополнительно вырастут на 1,6 млн баррелей. Одним из признаков перехвата США доли рынка стала поставка первого танкера в Индонезию, крупного азиатского потребителя нефти, который был традиционным клиентом ОПЕК. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в пятницу. Спасибо. Спасибо.